В воскресенье на выборах президента Бразилии будут голосовать и граждане, живущие за рубежом. Особенно много их в Португалии. Тысячи южноамериканцев приехали в бывшую митрополию в поисках лучшей доли, а то и спасаясь от насилия. Такой же язык сильно упрощает их интеграцию. Особенно много семей приехали сюда за последние пару лет в поисках лучшей жизни, качественного образования, здравоохранения. Все это на своем языке. Сегодня в городе Брага живут около 13 тысяч бразильцев. Для них он стал настоящим Эльдорадо. Город теперь даже называют Брагилией. Мария приехала в Брагу шесть лет назад. У нее здесь собственный небольшой бизнес. Она осторожно надеется на перемены к лучшему, но сомневается, что кардинальные реформы действительно произойдут. Сегодня у бразильцев проблемы с поиском работы и заработка. Мы хотели бы, чтобы победитель, кто бы это ни был, работал бы ради бразильцев, чтобы они захотели остаться, а не испытывали желание уехать куда угодно в поисках лучшей доли. По данным статистики, за время правления Жейра Болсонару число покинувших родную Бразилию резко выросло. Но, по мнению социологов, это вовсе не значит, что его уход изменит ситуацию. С одной стороны, победа нынешнего президента Болсонару приведет к продолжению исхода тех, кто выступает против его политики. Но, с другой стороны, смена власти в Бразилии тоже заставит покинуть страну кого-нибудь еще. Действующий президент Жейр Болсонару и и экс-президент Лула Дасилва, кто-то из них, скорее всего, станет новым президентом. Чтобы уехавшие захотели вернуться, им пришлось бы проделать огромную работу. Я надеюсь, что Бразилия станет лучше, станет страной, которая даст гражданам надежду, которая позволит им гордиться своей страной и тем, что они бразильцы. Продолжение следует...